Ну все, друзья, мы на нашем кемпере. Наша команда номер один, называется Трекс Тревелер, и мы сегодня стартуем из Москвы, с поклонной горы, в рамках гран-тура Байкальской миле. На Байкал, на лед, за мечтой. Действительно, за мечтой. Именно так будет называться новый фильм Евгения Бедрева, алтайского режиссера и сценариста. Он известен по проектам «Тариф новогодний», «Счастье в конверте», «Пока цветет папоротник домовой», «В ожидании чуда». Вместе с Евгением давние партнеры по творческой мастерской. И, кстати, все наши земляки. Кинопродюсер и руководитель общественного объединения «Народное кино» Сергей Берлов. И кинооператор, монтажер и фотограф Никита Берлов. Еще один спутник, автопутешественник Владимир Курилов, проехал на этом кемпере 13 стран. Он фотограф и оператор воздушных съемок. Начал профессионально заниматься аэросъемкой одним из первых в мире. Летал на параплане. Придумал систему управления ногами, а камеру держал в руках. С ними верный спутник. Пес Пайк. Радуйтесь, следите, Байкал, жди нас. По сюжету будущей картины главный герой хочет попасть на ежегодный фестиваль скорости «Байкальская миля» и установить там новый рекорд. Но по пути встречает девушку. И поездка за мечтой превращается в романтическое путешествие. Чтобы победить съемочной группе, необходимо на равных со всеми участниками Байкальской мили выполнять задания. Например, они уже посетили лосиную ферму в Сумароково. Узнали, как целоваться с лосями, как их расположить к себе и почему они не уходят в лес. Без морковки лоси с вами общаться не будут. Нет морковки, нет общения. Здесь мы с лосями меняемся местами. Мы с вами сейчас находимся в загоне, где лосей лес вообще ничем не загорожит. Они все равно никуда далеко от нас не уходят и каждое утро к нам возвращаются, потому что мы их очень хорошо кормим. Группе предстоит преодолеть больше 6000 километров. Кострома, Нижний Тагил, Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Байкал. Везде киношники ищут места, связанные с нашими любимыми фильмами. Мы находимся возле знакового кинематографического места. Именно старая пристань, вот этот объект, снимался в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий роман». Мы, как киношники, находясь здесь, получаем какое-то удивительное, положительное настроение. Команда Бедарева ведет дневник путешествия. Рассказывают, где побывали и с кем встретились. Не всегда все проходит гладко. Садились в машину, увидели, что после ночи бежит топливный фильтр. Пришлось обзванивать местные СТО. Просто в этом проблема, надо сразу говорить, что машина на трех метров. Героя все-таки приютили. Автомобиль починили. Впереди новые города, задания и та самая мечта. Спасибо гран-тур Байкальской милии за то, что подвигли нас ехать по стране, смотреть на классные места, на удивительные города, невообразимые пейзажи. Если бы не это, суперповод, мы бы еще, наверное, непонятно, когда здесь оказались. После покорения Байкала команда Бедарева приедет в Барнаул и продолжит здесь свои съемки. Сейчас они делятся своими приключениями с редакцией телеканала «Катунь-24». Мы будем делиться ими с вами. В новостях в эфире и в наших социальных сетях. Анна Москаленко, новости. Продолжение следует...